В Люберцах ко дню города завершат первый этап реконструкции парка «Наташинские пруды». Здесь обновят пешеходные дорожки вокруг прудов, установят дополнительное освещение, лавочки, обустроят входные группы. Тему продолжит наш корреспондент. Старое асфальтовое покрытие демонтировали. Рабочие завезли щебень для укладки тротуарной плитки и велосипедной дорожки вокруг прудов. В ближайшее время приступят к обустройству входных групп в парк. Основная со стороны улицы Митрофаново непосредственно за памятником. То есть ее расположение вот здесь. Площадь работы тоже будет, площадь будет благоустроена, заменено плиточное покрытие. Вид главной входной группы вот приведен на картинке. То есть тут появятся скамейки, сама входная группа будет освещена. Вторая малая входная группа будет вот здесь. И третья вот с этой стороны. Это все в рамках первого этапа. В рамках реконструкции установят более 400 опор освещения, скамейки, модульный павильон для проката велосипедов и самокатов. Напротив амфитеатра установят стационарную сцену. По периметру прудов оборудуют смотровые площадки и зону шезлонгов. Будут дорожки из гранитного отсева в рамках первого этапа 3000 квадратных метров, дорожки из дорожной плитки 6000 квадратов и велодорожка в первом этапе 1000 квадратных метров из асфальта бетона. Мы понимаем, что жителям сейчас некомфортно, но постараемся в кратчайшие сроки завершить активную фазу работ. Первый этап благоустройства завершат в сентябре. Уже в следующем году приступят к реконструкции дорожно-тропиночной сети лесопарковой зоны. Здесь установят навигационную систему, оборудуют две волейбольные площадки, в том числе для занятий пляжными видами спорта. Сейчас мы средства заложили дополнительно на благоустройство еще и этой территории. Здесь будет реновация тех спортивных объектов, которые есть. Тоже там и футбольное поле многофункциональное. Вот эта территория, она не заканчивается этими границами. По факту она будет продлена вот как раз досюда. Территория Наташинских прудов, фактически парка, так называемый, будет продлена вот до края. Полное благоустройство парка завершится в 2024 году. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.